Здравствуйте! Это программа «Зелёная экономика». Телепроект канала 24КЗ о самом главном, об экономике будущего. В категорию срочных попал законопроект об организации проведения международной выставки Экспо-2017 в Астане. Такое решение принял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Причина – в необходимости скорейшей реализации масштабного государственного проекта. Поправки в 8 законодательных актов, а также в 2 кодекса – бюджетный и налоговый – были рассмотрены на пленарном заседании Мажелиса. Национальную кампанию предложено при необходимости финансировать целевыми вкладами, так же как и Назарбаев университет. Важно также освободить ее от некоторых видов налогов, в частности таких как корпоративный подоходный, земельный и налог на имущество. А вот для привлечения иностранных специалистов вне квоты вносятся поправки уже в закон о занятости населения. Также получить статус участника специальной экономической зоны «Астана-Новый город» предложено по упрощенной схеме. Для граждан, пребывающих в Казахстан, для участия в выставке предложено создать особый порядок въезда и регистрации. Насколько важно предприятию найти общий язык с населением? Думаю, любой руководитель крупной фирмы, завода или фабрики прекрасно понимает эту необходимость. Не менее важно и минимальное воздействие на экологию. В идеале именно таким должно быть любое промышленное предприятие. Вот яркий пример. В Казахстанской области существует серно-кислотный завод, который является важным объектом для добычи урана. Местные жители со всей скорпулезности изучали весь производственный процесс от логистики сырья до промышленных отходов. Вроде бы все здесь протекает в дозволенных рамках, а капля недоверия все-таки закрадывается в сознание людей, живущих вблизи завода. Съемочной группе «Зеленой экономики» стало интересно, а соответствует ли деятельность предприятия этой политики. Открытие серно-кислотного завода для нацкомпании «Казатампром» было целесообразным с точки зрения самообеспечения. Предприятие, расположенное в поселке Жанакорган Казалардинской области, в свое время стало самым успешным проектом программы «ФИР» в регионе. Мощность завода составляет 500 тысяч тонн кислоты в год. Раньше сырье для урановой промышленности закупалось за рубежом. Как известно, серная кислота является основным реагентом в технологии получения урана методом подземного выщелачивания. Все технологические процессы на заводе контролируются автоматизированной системой управления. Само производство практически безопасно для окружающей среды. И хотя местные жители продолжают выражать сомнения по этому поводу, эколог завода уверяет нас в обратном. На регулярной основе предприятие даже проводит дни открытых дверей, чтобы убедить общественность в экологической безопасности производства. В выбросах нашего предприятия совершенно отсутствуют парниковые газы. И таким образом реализуются принципы устойчивости зеленой экономики. Технологический процесс устроен таким образом, что в ходе переработки серы на предприятии попутно вырабатывается собственная электроэнергия. Происходит это следующим образом. Вещество охлаждается, в результате чего образуется пар, который используется для работы пара-турбогенератора. Он, в свою очередь, начинает вырабатывать энергию мощностью 18,5 мегаватт-часов. Таким образом, завод снабжает себя и близлежащий поселок электроэнергии. Часть электроэнергии – это где-то 6 мегаватт. Мы потребляем на собственные нужные. Остальные 12 мегаватт мы будем продавать местные и отдавать местные энергетические сети. Однако реализовать свободные мощности полностью пока невозможно из-за износа местных сетей. Как бы парадоксально это ни звучало, но производство кислоты выгодно и с экологической точки зрения. Ведь промышленный проект способствует оздоровлению экологической обстановки Каспийского региона путем утилизации серы. Готовая продукция транспортируется на близлежащие урановые месторождения. Общественное мнение в экологических вопросах. Судьбы крупных промышленных предприятий могут решаться именно на этапе общественных слушаний. Однако в Казахстане эта практика пока действует не так активно, как хотелось бы. Мнение членов неправительственных организаций и активистов иногда вообще не учитывается. И поэтому об эффективности данной процедуры говорить не приходится. Заполнить эти пробелы призван законопроект, предложенный Министерством окружающей среды и водных ресурсов. Изменения и дополнения касаются трех направлений Архузской конвенции. Это обеспечение доступа к информации, вовлечение общественности в принятие решений и включение в процесс всех заинтересованных лиц. Шестилетний опыт применения отдельных положений Архузской конвенции показал необходимость доработки и внедрения дополнений в экологический кодекс. Требуется детализация в части экологической информации, так как она не ограничивается изложенным в статье списком. Помимо этого, сейчас в законе не указаны государственные органы, формирующие кадастры, а также сам механизм. Также предлагается дополнить состав Госфонда сведениями по кадастрам отходов. В данный момент не предусмотрен контрольный перечень видов деятельности, которые могут оказывать значительное воздействие на окружающую среду и по которым необходимо проводить общественные слушания. Для облегчения доступа к правосудию предлагается освободить физические и юридические лица от уплаты госпошлины по отдельным искам. Мнению общественности, наших неправедливых организаций, они считают, что на сегодняшний день их голос мало слышится. То есть действительно слушание проводится, общественность участвует при экологической экспертизе, но их мнение недостаточно учитывается. Поэтому предполагается более конкретизировать механизм учета результатов общественных слушаний и результатов общественной экологической экспертизы. По инициативе коалиции «За зеленую экономику» создается виртуальная выставка зеленых технологий. На сегодняшний день презентовано около 20 проектов, однако четкого определения о том, что такое зеленый инновационный проект, пока нет. Экологи неправительственных организаций обращают внимание властей на то, что сегодня из объектов живой природы в законодательстве упомянуты только леса и животный мир. Между тем леса занимают всего 10% территории Казахстана. Оставшиеся 90% законодательно не охвачены. По словам активистов экологического движения, идею об увеличении охраняемых земель казахстанские чиновники загубили на корню. А наша страна тем временем стремится достичь определенного мирового уровня в экологии. Наш президент Душалтан Абишин Назарбаев, он когда-то еще в 2007 году на форуме предпринимателей, он высказался однозначно. Сказал, что нельзя всячески не допускать никакую хозяйственную деятельность на особо охраняемых территориях. Наши чиновники, конечно, послушали и сделали выводы из этого. То есть они приняли изменения в законодательство таким образом, чтобы земли, которые они хотели бы использовать в хозяйственных целях, они выводят из состава особо охраняемых территорий в земли запаса, а потом передают в любую другую категорию земель. Неправительственные организации также выразили свои сомнения в отношении объективности информации предоставляемой организации КАЗ «Гидромет». Согласно показателям их замеров, экологическую обстановку в крупных промышленных регионах страны можно считать благоприятной. И очень большой проблемой является отсутствие объективной информации о состоянии окружающей среды. То, что нам сейчас дают КАЗ «Гидромет», оно совершенно не отражает реальный картин. Например, в городе Павлодаре, в котором в Павлодарской области сейчас на каждого жителя 904 килограмма в год выбрасывается в атмосферу загрязняющих веществ. При этом Павлодар по рейтингу городов по загрязнению, по данным КАЗ «Гидромет» находится на 18-19 месте. Это, конечно, не может соответствовать действительности. Независимые экологи на заседании совета не могли оставить без внимания проект, вызвавший широкий общественный резонанс. Речь идет о создании горнолыжного курорта Кокжайлау на территории Ильи Алатауского национального парка. Этот уникальный уголок природы, несмотря на многочисленные общественные слушания, обречен на разрушение. Во многом из-за активной поддержки проекта Акиматом Алматинской области. В случае его реализации здесь почти на 30 гектарах земли будут вырублены вековые сосны. Это была программа «Зеленая экономика». Смотрите нас еженедельно, и вы поймете, что заботиться об окружающей среде выгодно. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова